Девушки отдыхают Режиссер Анри Верней По оригинальному сценарию Альбера Валентена Сценарий адаптирован Рене Боржавелем и Анри Верней В ролях Жан Марсан, Жан Манс и Франсуаза Арноль в роли Марианны Оператор Армано Тирар Композитор Жорж Ван Три Композитор Жорж Верней Большой театральный фестиваль в Трезиньяне Сид Умереть без возмездия или жить с позором Стыд Гордость, мои доблестные подвиги Месье Эдуард, хватит храпеть, проснитесь Я сплю, потому что актеры усыпляют меня Следовательно, они плохие актеры Эдуард, мы слушали тебя многие годы, а сегодня мы пришли послушать Сида Ну и слушайте Иди, мой сын, иди Это не я мешаю вам слушать вашего Сида Но если вы не слушаете, то хотя бы уважайте других Других? Каких других? Вы не видите, кто играет? Они играют для камней и жаб Вы думаете, жабам это нравится? Так-то лучше Извините за это непредвиденное ожидание Но из-за этого человека в коляске Возвращаемся домой Да, возвращаемся Поехали Возвращаемся Я думаю, этот успех мы можем прибавить к его списку Ну что ты думаешь? Да, это лучше Как для страны, так и для него Я такого никогда, нигде не видел Я был везде, даже в Африке Никогда Я подобного не встречал никогда, нигде Поторопись, тебе же в мэрию неизвестно, как теперь это оплатят Если ты плохой актёр Умри тогда Бог знает что Торнель Трезиньян, это название говорит мне о чём-то Да, это известное название Это битва при Трезиньяне, выигранная Франциском Первым Нет, моя курочка Это битва при Мариньон, 1515 год Так это то же самое? Нет, абсолютно нет Это были пять близнецов Пять близнецов из Трезиньяна Я думал, что пять близнецов были только в Канаде Это не то же самое Там были мальчики И это было задолго до того, как ты родился Во всём мире говорили об этой богом забытой деревушке Близнецы из Трезиньяна Город привезли к Кармен Безе Мы посмотрим на это Пригласили даже Ролана Пика из Марселя И каждый вечер играет его знаменитая джаз-группа И ещё этот, как его, дневник реалиста Да-да, точно И что теперь? Тишина и никого И что же вы хотите делать? Я не знаю, но у меня есть хорошая идея Легче осуществить хорошую идею, чем её найти Так, это естественно Вот она, моя идея Что? Посмотрите, вот способ привлечь туристов И то, что обеспечит процветание Трезиньяну Пять близнецов Как вы могли забыть о них? Я же тебе столько об этом говорил Послушайте, это всё замечательно Но что вы конкретно хотите сказать? Эй, кто-нибудь есть? Кто там? Это я Кто это я? Это я, Альфонс Где ты? Я здесь Что тебя привело? Хочешь извиниться за вчерашнее? Ты устроил скандал, а я буду извиняться? Скандал устроил актёришка Хотел, чтобы я подхватил смертельную простуду в этом театре Это неправда Как вы можете? Ну, послушайте Тишимся Мы здесь не для того, чтобы спорить А мы и не спорим Мы объясняемся Итак, если вы пришли не извиняться передо мной То зачем вы пришли? А вот зачем Мы пришли посвятить вас в наш проект Который мы придумали Так, но сначала мы хотели бы вас кое о чём спросить Мы слышали, что одно событие сделало вас врагами с вашими мальчиками Мы хотели бы знать, почему вы сердиты на ваших сыновей Сердит? Я не сердит Только идиоты могли рассказать вам подобную чушь И пусть не смеют приходить сюда Я их пинками выставлю отсюда Или с помощью этого ружья Оно большое, как пушка И я его перезаряжаю каждые три месяца Ну что? Извините Это для того, чтобы показать вам, что я не рассержен Я всегда ждал, что родится девочка Это странно, но это родительская интуиция Я был бы рад иметь дочь Потому что, когда девочка маленькая На неё очень приятно смотреть Её приятно обнимать Она играет, как котёнок А когда ты состаришься Она будет ласково обращаться с тобой Если бы у меня сейчас была дочь За мной бы не ухаживала Глухая идиотка-служанка Мариэт Оставь меня Моя жена Она была в комнате на втором этаже Она кричала Кричала так сильно Что у меня сердце разрывалось И когда всё закончилось Моя маленькая Алиса Она Она была красива Хотя лицо её было мертвенно-бледным Но всё равно она была прекрасна Всё её бельё Было в крови И тогда Я увидел Что женщина держала его за ноги Он был весь красный И она мне говорит Вы знаете, у него небольшой вес Это был мальчик И так как я не улыбался Она отнесла его в комнату И тогда я сказал себе Тем хуже Назовём его Ален А в следующий раз Будет девочка И тогда она подбежала к двери И крикнула Ещё один Ну, тогда я сказал себе Первый был на А Второй на Д Назовём его Бернар Когда появился третий Я перевёл дух И подумал о другой букве алфавита Итак, Шар Для четвёртого на Д Дезире Потому что я думал, что это последний Но был ещё Этьен И в этот момент я решил Что будет весь алфавит И что мы никогда не остановимся И вы были недовольны появлением Стольких сыновей одновременно? Бог с вами, мси учитель У меня даже не было времени Об этом подумать Пришёл мэр, священник Мы завернули детей в пиёнки Пришёл священник, префект, министр Журналисты, фотографы Все лучшие люди города Их назвали историческим событием Памятником Их сделали национальным достоянием Их забрали Положили в инкубатор Потом отдали в ясли Потом в пансион Они стали господами А я их больше никогда не видел В день смерти их бедной матери Они пришли на кладбище в перчатках Да, в перчатках А на выходе с кладбища Стоял нотариус, который заведовал Национальным наследственным фондом Он пришёл получить с меня, с их отца Половину наследства их матери Которая ещё не успела остыть И тогда я сказал Убирайтесь отсюда И чтобы я никогда больше о вас не слышал Но я запрещаю вам говорить Что я сердит Потому что, чтобы быть сердитым Нужно сначала быть согласным А когда люди не знакомы Они не согласны и не сердитые Итак, послушайте Может быть, можно исправить положение? Всё это не так уж ужасно А если мы их тебе приведём Что ты скажешь? Приведёте их ко мне? Вот именно Мы хотели бы собрать их здесь По поводу их 40-летнего юбилея Организуем праздник, который живет торговлю И привлечёт много туристов в Трезиньян Ну да, праздник с фанфарами, с иллюминацией, с цирком Или что? Вы меня принимаете за владельца банка? Эдуард, ты нас неправильно понял А ты, ветеринар, заткнись Ну, позвольте Дайте мне закончить Мы обращаемся не к отцу пятерых близнецов А к жителю Трезиньяна, который заботится о судьбе республики Я сам знаю, что я должен делать У меня есть диплом об образовании Я умею подрезать виноград И я республиканец И этого достаточно для честного человека А теперь убирайтесь отсюда При таких условиях нам ничего другого не остаётся Точно, согласен Мариэт, мою сумку Оставь меня Но муниципальный совет всё же решил организовать праздник для города Трезиньян Несмотря на сопротивление старого Эдуара И они попросили меня Их крёстного отца Собрать близнецов по случаю их сорокалетия Я не испытываю страсти к поездкам Так как я не покидал деревню со времён войны 14-го года Я доверил своих больных своему коллеге И отправился на поиски братьев Первого было найти нетрудно Он был также известен как актриса кино Или чемпион велоспорта Чем могу помочь Я хотел бы поговорить с Оленом Извините, с мсье Олен Сен-Форже Мсье де Сен-Форже Джеймс, восьмой этаж, пожалуйста Проводите господина Проходите, мсье Англичанин? Нет, я из Тулуза Я был воспитан в Роеке К вам, джентльмен До свидания Всего хорошего Подождите минуточку, мсье Принеси мне пачку галуаз Мсье? Мадемуазель, я вижу, вы хорошо говорите по-французски Я хотел бы поговорить с мсье Сен-Форже Мне назначена встреча А кто вы? Доктор Болен Из Трезиньяна Из Трезиньяна? Точно, доктор Шанталь, проводите, пожалуйста, мсье Болена К мсье де Сен-Форже Следуйте за мной, мсье Мне очень жаль Но я вам могу предоставить только две из четырёх Я прилагаю очень большие усилия для вас Ну, я не знаю Разве он не может отложить свою конференцию на несколько дней? Да-да, я знаю Его величество его ожидает Но меня тоже Меня ждут Мне очень жаль До свидания Моя голова Олен Сен-Форже Крёстный Мой дорогой крёстный Слушай Это вас Я уехал, меня здесь нет Они убьют меня Прикольно Скажи мне, может быть, ты сильно занят? Может быть, не стоит? Нет, нет, я хоть немного отвлекусь Я прочёл твоё письмо Ты мне говорил, что президент республики тоже приедет Президент, министр, представители кино, радио, телевидение Превосходно Супруга президента – это единственная уважаемая дама, которой мне не хватало среди моих клиентов Мсье вас уже ждут Пойдём Ну ладно, я тебя оставлю Нет, нет Ты составишь мне компанию Нам столько ещё нужно обсудить Хорошо Всегда рад составить компанию Такие важные персоны Ну пойдём Смотрите, мадемуазель Дазире Нужно, чтобы весь этот крем впитался в кожу Мы недостаточно питаем кожу Мадам, простите У вас всё хорошо? Я вам сделал больно? Скорее приятно Скорее мне было приятно, мадам Пойдём Добрый день, мадам Извините Олен Знаешь ли ты что-нибудь о других своих братьях? Хрёст, но я редко вижу своих братьев Сказать честно, я их совсем не вижу Кроме Дазире Его я вижу очень часто Идём Вы меня не узнаёте? Дазире Сен-Форже Я хочу видеть своего брата Доктора нет на месте, мсье Нет на месте? Тогда я приду завтра И завтра его тоже не будет И послезавтра, конечно, тоже Конечно Хорошо Я всё понял Как дела, Дазире? Ничего Хорошая погода Правда? Мадемуазель Анген Мадемуазель Анген В третью кабину, пожалуйста Мадемуазель Айзабель, на массаж, пожалуйста Прекратите! Убирайтесь Кто вы? Кто я? Что здесь происходит? Покиньте немедленно помещение Вон отсюда Вы так кричите Я думал, вас мучают Это ты, Ален? Конечно я Можно войти? Нет, Ален, не входи Я принимаю ванну Я буду готова через минуту Не забывай, что мы обедаем в 13.00 с друзьями, дорогая Ну, дорогой, я знаю, я сейчас Дорогой, с кем это ты так делаешь? Я так задержался С доктором Буленом, моим крёстным отцом Он хочет, чтобы я поехал с ним и моими братьями в Трезиньян А сейчас 15 минут красоты от салона Алена де Сен-Форже Всё для вашей красоты, милые дамы Скажи, дорогой, все твои братья такие, как Дезире? Если да, то это серьёзно Нет, дорогая, не бойся Не такие Последний раз, когда он пришёл, он принёс на ботинках столько грязи Он испачкал мне весь ковёр Пусть тебя это не беспокоит Вот уже много времени, как мы не видели, Дезире Но он может прийти в любую минуту Нет, он вечно где-то бегает Не волнуйся, дорогой, там есть Джеймс Он его не пустит Ну да Дорогой, как ты думаешь, какое платье мне надеть? Голубое или розовое? Дорогая Любовь моя Любовь моя Ты меня любишь? Я тебя обожаю А я тебе посылаю воздушные поцелуи Дорогой Да Я тебе возвращаю твой поцелуй Милый Да Чем сейчас занимается твой брат? Да кто ж его знает, дорогая? Он, наверное, смотрит последние известия Он не способен на это Он настоящий паразит Не преувеличивай Но по большей части он ни на что не способен Дорогой, твоя передача на радио великолепна Дорогая, ты готова? Сейчас одну минутку Молодость от Алена де Сен-Форже Попробуйте сами Молодость от Алена де Сен-Форже Спасибо, Ален де Сен-Форже Спасибо, Ален де Сен-Форже Спасибо и вам, милые дамы С Аленом де Сен-Форже Вы будете петь и плясать Ален! А-а-а! 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 Здравствуй. Ну и? Ну и? Ну и? Итак, я сказал... Ален... Ты сказал ему Ален? А почему я не должен был ему этого говорить? Это же мой брат. Итак, я ему сказал Ален... Нет. Да, да, да. И тогда он мне сказал Дезире. А я ему говорю, послушай, Ален, нет больше Дезире. А потом... Тебя выставили за дверь. Точно. Но я отомстил, прежде чем уйти. Ты знаешь, кто ты? Нет. Бездарь. Ни на что не способный. Неудачник. Болван. Все это я сегодня уже слышал. Хуже, чем это. Мощик оконных стекол. Ну уж лучше мыть окна, чем массировать ягодицы. У меня есть достоинство. Твое достоинство – это масло в лапше. Папа! 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 Здравствуйте, здравствуйте, детки мои, здравствуйте. Мама, когда мы будем обедать? Через 20 минут. Я должен идти. Поцелуй меня. Оставь меня в покое. У меня нет времени. Поцелуй меня. Мама, поцелуй папу. Мама, поцелуй папу. Мама, поцелуй папу. Слышала? Когда я думаю, что меня считают ни на что не годным, я расстраиваюсь. Ваш папа уходит. Будьте умницами. Мама, это правда, что у нас будет маленький братик? Да. Я на это надеюсь. Почему? Ты не уверена? Потому что иногда ждешь маленького братика, а рождается маленькая сестренка. Но не надо, надоели уже эти девочки. Извините. Мсье Пилат. Вы свистите? Ну да. Мсье Сен-Форже, я вам уже говорил на прошлой неделе, что ваш свист не совместим с важностью работы, которую вы выполняете. Мои клиенты имеют право на определенное уважение. Мсье Пилат, вы знаете, тот факт, что я насвистываю, вовсе не означает, что я не уважаю ваших клиентов. Но если вы не хотите, чтобы я свистел, то я больше не буду. Это было. Тихо. Тихо. Фонар, ясно. Весесть. Девушки отдыхают Каждый вечер она ждёт меня у двери и спрашивает, сколько я заработаю Для всех жён это святое Это помогает их нервной системе Но на самом деле она ангел Ангел, который кричит И есть ещё ваши дети, я думаю, вы их сильно любите Да, вы знаете, дети Хорошо, месье Сенфурже, зайдите, пожалуйста, на минутку Прошу вас У меня к вам маленькое предложение Маленькое предложение? Месье Сенфурже, садитесь, пожалуйста, прошу вас Спасибо Вы курите сигары? Днём никогда Но если вы не против, я выкурю её сегодня вечером, вспоминая о вас Могу я вам предложить рюмочку ликёра? Я пью только во время обеда, но для вас могу сделать исключение Ваше здоровье Ваше здоровье Что это такое? Это Митриоль? Аркебуз Это для вдов, которые теряют сознание Если дать такое мужьям, они вернутся с того света От шуток перейдём к серьёзным делам Как вы думаете, если вы принесёте эти деньги вашей жене, она будет довольна? Будет ли она довольна? О, Боже Но эти деньги мне не принадлежат Если вы этого хотите, они ваши Как вам не стыдно предлагать такое мне? Так вот, что это было за маленькое предложение Вы меня не так поняли? Объяснитесь Всё очень просто Вы брат знаменитого Алена де Сен-Форже Владельца салона красоты Да, брат, ну и что? Прочтите, подпишите И эти деньги ваши Мои? Да Это моя последняя воля Я хочу, чтобы мой брат, доктор Алена де Сен-Форже Оплатил мои похороны по первому классу В бюро ритуальных услуг Дом Бодена Пилата Вы совсем глупый? Нет, вовсе нет Я дальновидный Похоронить это, по-вашему, быть дальновидным? Ну, похоронить Вы же когда-то умрёте Ну да, это в порядке вещей Спасибо большое, мс. Пилат Но мне нужно подумать Пусть это лучше останется у вас Месье Сен-Форже У вас ещё целая жизнь, чтобы мыть ваши стёкла Пойдёмте лучше выпьем апеллить Я постараюсь объяснить вам Выгоду моего предложения Не так быстро, ещё не время умирать Ну, поймите меня Моя профессия Не так проста Клиентов мало Если умирает один, то сразу несколько похоронных бюро Предлагают свои услуги О, несчастный А я Я не жду клиентов Я их ищу сейчас при жизни На будущее На будущее, понятно? Ваш брат заплатит И, ожидая этого, вы получите своё вознаграждение Я вот о чём подумал Меня же здесь не будет, я этого не увижу Потому что я должен вам сказать, что мы с ним в прохладных отношениях Нет, нет Воля брата – это святое для другого брата Если только он вас не проклял Проклял? О, нет Ну, тогда он заплатит Здравствуйте, господа Скажите, Месье Пилат, маленькое предположение А если бы это был не мой брат? Чтобы его разорить? Разорить Его? Он может быть вообще миллиардер Тогда я пишу Похороны первого класса Да, 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 да Люкс Да С обивкой Да, да, так будет лучше Серебряные ручки Да, да, да Маленькие шёлковые подушки О, Месье Пилат И я прибавлю 10 тысяч франков к вашему вознаграждению Это ужасно Месье Санфорже, что вы обычно берёте? Как обычно Клубничную воду А вы употребляете алкогольный напиток? Никогда В сущности, чем я рискую? Итак, если вы ничем не рискуете, то подпишите Это моя последняя воля Я хочу, чтобы мой брат, доктор Оленда Санфорже Оплатил мои похороны по первому классу В бюро ритуальных услуг Дом Боден и Пилата Я подписываю 50 плюс 10 Если есть человек, который чем-то рискует, то это вы, а не я Потому что мой бедный брат, я не желаю ему зла Но он может умереть раньше меня Кто знает, кто будет в проигрыше Я тоже не желаю вам зла, месье Санфорже Но я не трачу понапрасну деньги Вы знаете, я выбираю своих клиентов Вот уже долгое время я приглядываюсь к вам, месье Санфорже Каждый понедельник вы моете мои стёкла Вы насвистываете, вы поёте Но, на, но вид у вас нездоровый Мама, дай ещё шоколадного крема Что с тобой, дорогой? Почему ты грустишь? Я? Да нет, не грущу, совсем наоборот Ну-ка, посмотри на меня У тебя нездоровый вид А я слышал такое дело Как поживает твоя жена? Она умерла От чего? От насморка Ну, это не страшно Твоя история глупая Нельзя умереть от насморка Да, можно умереть от чего угодно Итак, пачку голуаза перло Нет, 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 я больше не курю Дай мне клубничную воду Клубничную воду? Тебе плохо, Дезире? Да нет, всё хорошо Очень хорошо Почему что-то должно быть не так? Я не вижу моей клубничной воды Потому что я захотел выпить именно её И если её не подают в этом баре Я пойду и выпью её в другом месте Что случилось? Кого-то сбили Поднимите его Наоборот, положить надо Надо его осмотреть Да много вы понимаете В больницу ему надо Да хватит вам Стоять на ногах, значит, цел Он может умереть через час Я видел такого мужчину Который вот так упал Ударился головой А у него ничего не болело А потом он ослеп Его парализовало А потом он сошёл с ума А потом А потом Потом он умер Ну, старик Ты избежал её КОНЕЦ 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 Вы кашляете? Нет, совсем немножко На прошлой неделе у вас был всего лишь насморк А теперь Сильно вас прихватило? Нет, это совсем ничего У меня такое было всего три раза Ну, это нормально Не замечать этого Человек всегда ошивается По поводу своего состояния здоровья Когда в семье есть человек при смерти Все это знают Кроме него самого Вы думаете? Насморк Грипп Бронхит Пневмония И оп 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 И оп И оп Что тебе сказал, доктор? Ничего. Что ты имеешь в виду? Когда он выходил? Я же видел. Вы шептались в кухне. Мы не шептались. Я платила ему. Он сказал, что у тебя ничего серьёзного. Знаю эти обнадёживающие слова. Больному говорят, что у него всё хорошо, а потом... он умирает. Не говори глупостей. А моя температура 40 градусов, начиная с вечера понедельника. Может, он считает, что я уже сошёл с ума? Но для начала это не 40, а 39. Да-да. Не обманывай меня по поводу моей температуры. Но я не обманываю 39. Это тоже высокая температура. Это грипп. Ты уверена, что это грипп? Ну да, конечно. Это тебе доктор сказал? Ну да. Значит, насморк, грипп, бронхит, пневмония и оп! Успокойся, дорогой, успокойся. Что ты говоришь? Ложись. Я тебе сейчас принесу толстое одеяло. И оп. И оп. И оп. И оп. Грипп. Бронхит. Нет, не грипп меня убьёт, а его слова. Я схожу с ума. Я подписал, он оплатил. А сейчас или я ему верну, или я товар. Что ты сказал, дорогой? Ты там один? Дай жетон. Дай жетон. Дай жетон. Дай жетон. Войдите. Мадам Сен-Форже, если я не ошибаюсь. Да, месье. Я хочу поговорить лично с доктором Аленом де Сен-Форже. Пожалуйста. Кто говорит? Принц Монако. Месье, это принц Монако? Алло? У аппарата Ален де Сен-Форже. Ваше сочиство. Не утруждайся. Это Дезире. Кто? Послушай меня, Ален, дай мне сказать. Это вопрос жизни и смерти. Мне нужно 60 тысяч франков немедленно. 60 тысяч франков? Да ты с ума сошел? Да-да, я знаю. Но это же ничтожная сумма для тебя. Нет, нет, нет. Ты ошибаешься, Ален. Тебе это будет стоить намного дороже. Что? Что ты говоришь? Послушай. Ты знаешь, что такое похороны первого класса? Люкс? Гроб с обивкой, серебряные ручки, шелковые подушки? Это будет очень дорого. Нет, нет, нет. Но если ты откажешь, моя смерть будет на твоей совести. Ты слышишь? Моя смерть! Нет. Ты знаешь слово «нет»? Окончательное «нет». Тогда... Прощай, Ален. Но я тебя все равно люблю. Да, хорошо. У меня будут красивые похороны. Прощай. Ален. Закрыто по причине смерти. Месье Пилат стал клиентом своего собственного бюро. Все кончено. Это был человек, у которого было слишком много здоровья. Точно. Здравствуйте, месье. Вы хозяин? Извините, я... Я немного приболел. Это грипп. Да-да-да. Итак, месье, я брат Алена де Сен-Форже. Алена де Сен-Форже. Институт красоты. Да-да-да. Итак, если у вас есть минутка, я хотел бы сделать вам маленькое предложение. Ешьте, пейте, мои маленькие. Кончились плохие времена. Из всех других братьев Дезире знал адрес только одного из них. Адрес Этьена. У него была открытка от Этьена. Адрес был временный. И плюс ко всему, это был адрес корабля. Мне нужно было торопиться. Куда меня занесло в мои-то годы. И моя поездка проделала огромную брешь в бюджете города. Что это? Что это такие? Похоже, у нас гости. Нам велено никого не пускать. Я хочу видеть капитана Сен-Форже. Я его крёстный отец. Это его корабль? Да. Позовите его. Я летел сюда на самолёте. Я пролетел 3000 миль, чтобы увидеть вашего капитана. Поднимайтесь. Спасибо, матрос. Что происходит? Так со мной никто не поступал. Даже в 1914 году. Заткнись. Хорошо. Трезиньян. Это не близко. Да уж. Хорошо. Идите и скажите ему, что я здесь. Не могу, у него совещание, его нельзя беспокоить. Совещание? С кем? Заткнись. А это надолго? Может быть, на ночь. Может быть, на два дня. Я его не увижу. Его всегда можно увидеть. Но вот поговорить, это дело другое. Идём. Это есть совещание? Заткнись. Две. Играешь или нет? Да, играю. Три карты. Сколько ставишь? Сто тысяч. Что? Очень много бумаги. Ну и что? Гарантии. Где гарантии? Гарантии. Этот груз. Ну, как там дела? Дела не очень. Он уже играет на груз. Ты слышал? Чёрт побери. Пас. Пас. Каре. Я выиграл. Старик всё проиграл. На этот раз он пойдёт по меру. Почему? Потому что груз он проиграл. Потому что груз он проиграл. Нужно заплатить двумя швейными машинами за негра. Швейные машины? Ну да, так написано на ящике. А что написано внутри, лучше этого не знать. А может быть там оружие? Заткнись. Ладно. Эй, старик всё потерял. Я тоже хочу играть. На что? У вас больше ничего нет. А моё судно? Судно против всего этого. Плюс ещё это. Это не подходит? Это от владельца магазина в Чикаго. Его самолёт потерпел крушение, а мы его спасли. Заткнись. Сам заткнись. Я сказал, заткнись. В таком случае, я ставлю судно и... Я ставлю судно и... Хорошо. Хорошо. Дерьмо, он играет на женщину. Но это невозможно. У него нет на это права. Почему? Он её купил. Итак, во что мы играем? Покер? Нет. Вист? Может, Костя? В муху. Ты дотронешься до неё, если выиграешь в муху. Темно. Все. Долег. Закройте иллюминаторы Настоящие мужики Чтобы не было ни ветерка Останови вентилятор Я не понимаю Что они будут делать? Есть два кусочка сахара Если муха сядет на кусочек капитана Он все выиграет Если на другой, то он теряет судно Браслет и куколку Две тысячи на метиса Три тысячи Четыре против КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok 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 Вы дунули? Я? Точно! Мы слышали! Вы сделали вот так! Да, вы сделали вот так! Я не делал вот так! Я дышал! А теперь, если кто-то мне захочет помешать дышать, пусть скажет! Субтитры делал DimaTorzok 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 Оставьте это, капитан! Уберите это! Друг мой, вы ничего не забыли? Капитан, я не принимаю никого И даже своего крёстного Крёстный Что стряслось? Я приехал, чтобы попросить тебя об одной услуге И вы знаете, что я вам ни в чём не откажу Говорите, наконец Ну так вот Вот она, гарантия В Париже я обратился в одно агентство С тем, чтобы они нашли адрес Бернара И я получил ответ Бернар Сен-Форже Был редактором в журнале Она и он Она и он, пожалуйста Вот то, что вы просили Благодарю Говорите помедленнее Не разговаривайте во время еды И не жуйте, когда разговариваете Купать ребёнка нужно так Используйте детское мыло И когда вытираете, не пьете слишком сильно А просто промокните Я к месье Бернара де Сен-Форже Пожалуйста, подождите минутку К месье Бернару Ещё один человек перед вами Надеюсь, это будет не слишком долго А вы торопитесь? Я не очень спешу Но я не привык ждать Привычка, уверенность Заметьте, что если бы я ждал месье Сен-Форже Я бы вас пропустил вперёд Сидите, сидите Я воспитан во французских традициях Я жду тётушку Николь Ваша тётушка работает здесь? Нет Сердечная почта Это необычная женщина Представьте, вы в трудном положении Ну, деликатная ситуация Вы ей пишите, она вам отвечает Какая странная профессия Нет, месье, у неё здесь почта А как она решает все сердечные дела? Ссора, размолвка, развод В нашу эпоху всё было строго А теперь есть специалисты Месье Бриссар Извините, месье, надеюсь, и вас скоро позовут Антуан Бриссар Морис Болен Очень приятно Если вы хотите войти, то месье, тётушка Николь ждёт вас Месье, извините, но я хотел видеть тётушку Николь Это я Это вы, тётушка Николь? А вас это удивляет? Это вы, которая... А кто лучше мужчина может знать в сердце женщины? Это точно А что касается мужских проблем, вы знаете, что женщина ничего в этом не понимает Это вообще правда И совершенно нормально, что тётушка Николь мужчина И женщины доверяют вам так, как бы они доверяли женщине Итак, дорогая тётушка А должен ли я называть вас, дорогая тётушка? Нет, нет, конечно нет Это верно Я буду вас называть, дорогой месье Скорее, дорогой друг Надеюсь Спасибо Я познакомился по объявлению И написал вам письмо в то утро, когда познакомился с Марьяной Сегодня я иду к ней на обед А теперь я пришёл за ответом Извините, не могли бы вы объяснить ясно? Простите, я вам всё описал в письме Я его отправил три месяца назад Может быть, вы его не получили? Это исключено, месье Бриссар Ни одно письмо не укроется от меня Как вы подписали своё? Некрасивый Робер Некрасивый Робер? Красивое имя Подождите минуту Помогите мне Рамье, Рене Вот Некрасивый Ролан 27 июля Письмо номер 37973798 Великолепно Какая организация? Перечитываю письмо Офицер колониальных войск 40 лет Я, по-моему, с девушкой 20 лет Но мы знаем друг друга только по фотографиям, которыми мы обменивались Она очаровательна, а я некрасив Да Я себя чувствую очень неловко Военная жизнь меня преждевременно составила Каким должно быть моё отношение к Марьяне, когда я предстану перед ней через три месяца? Некрасивый Ролан Диа Брисар У вас было три месяца? Мой ответ появится в завтрашнем номере Вот он По вашему письму, некрасивый Ролан, можно судить о вашем настоящем мужском характере, способном завоевать сердце молодой девушке Мужская красота – второстепенный фактор Первостепенно же истинность чувств и отношений Бросьте свой комплекс нерешительности Покажите себя таким, какой вы есть внутри Простой, честный и сильный человек Это те качества, от которых дрогнет сердце 20-летней девушки Больше нечего добавить ни одного слова Великая Лена Как вас отблагодарить? Позвольте мне показать вам фотографию моей Марьяны Пожалуйста Она очаровательна Как же вы будете счастливы вдвоем Делаю вам комплимент И комплимент газете, которая доставила вам такую редкую птичку Но это ваша газета Я дал туда объявление Холостяк, 40 лет Ищу девушку из хорошей семьи, чтобы разделить с ней жизнь в Африке Не слишком вежливо Я ждал ответ месяц Потом я снова дал объявление Я добавил туда размер моего денежного состояния – 30 миллионов Ну тогда все ясно Я получил 300 писем Наверное, сентиментальных, интересных Да Из 300 вы выбрали Я не выбирал Ее отец предложил мне сам свою дочь Это очень важно И очень серьезно Нет, я видел анкету Безупречная семья Разорившаяся Отец болен У него больное сердце Не сегодня, завтра умрет Дочка прелесть Голубка Бриллиант Но она никогда не отвечала на мои письма Это уже знак Но ее родители всегда отвечали У нас была большая переписка с ними Они меня называли сынок Они меня обожают Говорили, что Марьяна проводит дни напролет перед моей фотографией Хорошо, мой дорогой Все к лучшему, но Марьяна уже покорена до знакомства с вами Мужество и доверие Красота и доблесть ждут вас, чтобы принести вам счастье Мои поздравления Дорогая тетушка Извините Дорогой друг Спасибо, спасибо Я пошел Я побежал Вы вернули мне мои 20 лет Разрешите, я вас обниму Пожалуйста Спасибо Спасибо Все хорошо, старик Спасибо Все хорошо Спасибо, спасибо Мсье Брисар Мсье Брисар Быстро, быстро Врача Пожарных На помощь Директрису Скажите, мадемуазель Не знаете ли, как скоро мсье Сен-Форже закончится своим посетителем? Я надеюсь, что скоро мсье Я тоже на это надеюсь Ну и? Он мертв Все, что я могу сказать Ну, сделайте ему укол или что-нибудь еще, что помогло бы Укол? Когда лопнула аорта? Какая ужасная профессия Бернар, не нужно оставаться здесь Пойдемте отсюда Вы совсем разбиты Нет, я не могу уйти Он сходил с ума от радости Он обнимал меня Ну-ну, успокойтесь Возьмите себя в руки Нужно предупредить его семью Вот Кого предупредить при несчастном случае? Мадемуазель Дюран-Перан, улица Люпин 11 Может, это его сестра? Нет, его невеста Невеста? Да, это ее адрес и фотография Он приехал из Африки, чтобы жениться на ней Бедняга Это девчушка очаровательна Бернар, это в двух шагах отсюда Идите туда и предупредите ее Вы сделаете это лучше Я ждал этого 20 лет, как невольник Потому что у меня нет чувства, у меня толстая кожа И вся тяжелая работа достается мне Дорогой Бернар, это для вас честь Спасибо за честь Хватит с меня Семья, которая ссорится, это для Сен-Форже Страдающие дети, это для Сен-Форже Везде слезы, кровь, это для меня Это длится уже 20 лет И последние три года я к вашим услугам разбитые сердца Тетушка Николь А теперь еще человек умирает у меня на руках Но нет, стоп Я говорю, стоп Бернар Мне не остается ничего другого Кроме как позвонить этой семье Дюран-Пиран Чтобы сообщить им о смерти месье Брисара Вы с ума сошли? Отец-сердечник, вы убьете его Вам не хватает одной смерти в день? Так что вам нужно, чтобы у вас было четыре могилы? И что? А ничего Я иду туда Что это? Первая смерть за этот день Брисарк 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 Девушки отдыхают Мой дорогой, я так боялся. Обними меня. И меня, и меня. Я была уверена, что ты придёшь, только боялась, что самолёт упадёт. Что же я болтаю? Если бы с вами что-то случилось, я бы этого не пережил. А я... Присаживайтесь. Сюда? Что такое? Нет, не сюда. Лучше в кресло. Вы такой же, как на фотографии. Я узнал бы вас из тысячи. Только не говорите, что я похож на сына министра. Какой же вы красивый. Как же Марьяна будет счастлива. Я хотел бы с вами поговорить. Я приехал. Какой забавный. Это очень хорошо, что вы приехали. Нет, как раз наоборот. Нет. Сын мой, вы хотите сказать, что не хотите исполнить своё обещание? Нет, 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 нет. С вами всё хорошо? Ничего, это моё сердце. А теперь, дорогой сын. Марьяна! Да. Иди сюда, дорогая. Посмотри, как красив твой жених. Ну? Обними его. Иди, моя девочка. Ну что же, Ролан? Извините. Мама, иди готовь кофе. Может быть, он хочет есть? Вы голоден? Голоден, нет. Мы ждём вас сегодня целый день. Неужели? Вы летели на самолёте, наверное, было страшно? На самолёте? Ах, да, на самолёте. Было страшно, ужасно, ужасно. Это не самолёт, это любовь. Точно. Жустина, приготовь нам кофе и ликёры. Дети мои, мы вас оставляем. У вас всё в порядке с сердцем? Это хорошо, потому что иногда это наследственное. Нет. Хорошо. Кто вы? Кто? Вы не Ролан Бриссар. Ну, наконец-то. Вот первое честное слово, которое я слышу в этом доме. Фото было нечёткое, но всё-таки... К чему эта комедия? Чего вы хотите? Я вам скажу. Вы удобно сидите? Тогда внимание. Так вот. Я друг Ролана Бриссара. Он не может прийти. Он болен. Болен? Очень болен. Очень, 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 очень болен. Он даже больше, чем очень болен. Он умер? Да. Вы его друг? Вас шокирует, что я так спокойна? Честно говоря, нет. Не шокирует ли вас то, что он хотел купить молоденькую девушку, чтобы положить её в свою старческую кровать? Старческую? Нет. Вы преувеличиваете. Ему было всего лишь 45. А мне столько будет лишь через 25 лет. И я не прожила ещё и 25 лет. Это целая вечность. Как вы молоды. О, да. Достаточно молода, чтобы не думать о муже-старике холодном, использованном и затасканном всеми. Вас это возмущает? Нет, нет. Я вас понимаю, вы правы. Я покидаю вас, чтобы вы сообщили сами своим родителям. Его смерть была внезапней. Это лучше, чем разочарование. Всего хорошего, мадемуазель. До свидания. Наконец-то вы свободны. Ну ладно, ладно. Но я не свободна. Мой отец снова будет искать мне богатого мужа, почтенного незнакомца, хорошую партию, чтобы обеспечить моё будущее. А почему вы соглашаетесь? Вам лишь нужно сказать «нет». Вы же его видели? Я боюсь его убить. Он думает только обо мне. Но думает ли он о моём счастье? Ну, может быть, он прав. Молодость очень быстро проходит, поверьте. Через 10 лет. Но я не хочу, чтобы мой муж пришёл через 10 лет. Я хочу сегодня. Да-да. Я вижу, в чём дело. Как его зовут? Кого? Молодого человека, которого вы любите. Как вы узнали? Вы знаете, я немного разбираюсь об лёгке. Его зовут Пьер. Молодой? Да. Красивый? О, да. Бедный? Да. Ну, естественно. Вы видите его часто? Практически никогда. Он целый день работает, а вечером мои родители не отпускают меня гулять. Несколько раз у нас получалось видеться по 15 минут. Он меня обнимает, я плачу, и уже нужно возвращаться домой. Да. Да. Скажите, в вашей семье нет такого человека, который смог бы поговорить с вашим отцом, убедить его? Никого. Я одна. Я написала этой женщине в журнале, который даёт советы. Тёточка Николь. Да, я объяснила всё в нескольких словах, и она мне ответила. Не отказывайтесь от женихов, которых ваш отец вам навязывает, но покажите их недостатки. Покажите своим родителям, что они не могут сделать вас счастливой. Будьте настойчивы и доверчивы. Ваше будущее в ваших руках. Удачи, каменный цветок. Каменный цветок? Именно так я подписалась. Это именно то, что мне ответили. Кто вы? Помолчите. Отпустите меня. Ну, дети, вы познакомились? Ну, что вы себе позволяете? Ваша девочка – настоящий бриллиант. Вы пришли раньше, чем нужно. Я бы мог сказать, чтобы вы подождали. Прекратите. Прекратите. Прекратить что? Да в таком бюстгальтере можно только заниматься определённой профессией. Ну, вы понимаете. Но у неё же первый размер. Что с тобой, папаша? Её муж обеспечит ей жизнь в достатке только среди чёрных. Это грустно. Они злые, жестокие. Они могут ударить. Ударить? Да. Чашечку кофе? Кофе? Нет, скорее двойное виски. Без содовой. Потому что если малыш Ролан три часа не пьёт, то он умрёт. Ролан, вы… О, Боже. Прошу тебя, сейчас не время для твоих приступов. Послушайте. Месье, я вас прошу. В чём дело, папаша? Вам не хватает воздуха? Не волнуйтесь. У этой малышки будет восемь служанок. Она хорошо поладит с другими моими двумя жёнами. Потрясающие негритянки. Они немного покрупнее, но она будет такая же. Мне нужно идти, настало время уколоться. Старая военная привычка. Подарок Мсимуаза, когда я ещё служил в иностранном легионе. Драгоценный папаша. С такой головой, как у вас, вы, наверное, творили глупости в молодости. Ну, признайтесь. До скорого. Пока, старушка. Пойдём, пойдём, моя девочка, пойдём. Сейчас я могу объяснить ситуацию. Ваш отец не так уж болен, как вы думаете. Он ничего больше не говорит. Зови на помощь. Звони в полицию. Хорошо. Вперёд. Удачи вам. Прощайте. Я так вам обязана. Я даже не знаю, кто вы. Фея. Фея с бородой. Увидимся на кладбище. Да. Он ушёл? Мой жених ушёл. Моя маленькая девочка, как же ты должна меня возненавидеть за эту ужасную сцену. Нет, папа, ты будешь искать мне другого мужа, и если и в следующий раз он будет безнадёжен, то будет ещё один. Да уж. Может быть, ты и не совсем не права. Можно попробовать какой-нибудь более современный способ, который будет состоять, ну, как сказать, в том, чтобы отпускать тебя. А как зовут того парня, о котором ты нам рассказывала? Папа! Подожди. Алло? Да. Полиция? Что? Мсье Бриса? Нет, нет, мы не его родители. Это лишь знакомые. Ну, предположим, что знаем. Да. Да, спасибо. Спасибо, мсье Комиссар. Брисар умер. Умер внезапно, как только вышел от нас. Меня не удивляет это. Он разложившийся человек. Но именно ты находила его красивым. Именно ты вырезала его объявление из твоей идиотской газеты. Мсье, а тут доктор Бален, который ждёт вас уже час. Крёстный. Мой мальчик. Что у тебя на щеках? Помада? Вполне возможно. Это меня не раздражает в журналистике. Это шутка, над которой здесь смеются. Пойдём. Мой посетитель ушёл. У журналистов никогда нет времени. Они работают днём и ночью, и даже между этими частями суток. Но Бернар мне пообещал приехать. Мне оставалось только решить с Шарлем. Как пройти к церкви? Идите прямо и налево. Хотите увидеть священника? Совершенно верно. Вы знаете его? Да. Но не видел его лет 25. Он вам так надоел? Да-да. Мсье хочет увидеть священника. Он вам так надоел? Тихо. Извините, мадам, я ищу дома Бата Сен-Форже. Это через два дома от школы, мсье. Продолжим. Один, два. Хватит. Как вам не стыдно? В вашем-то возрасте... Что стыдно? Досаждать мсье священнику. Уходите. Я приехал из Парижа, чтобы увидеть его. Я его крёстный отец. Крёстный? Да, доктор Болен. Доктор? Вам показать диплом? Может, хоть вы поможете ему. Он болен? Если бы это было так. Кто там? Открой дверь. Я никого не вижу. Он там. Пойдите. Разберётесь сами. Он ушёл. Кто это? Это я. Твой крёстный. Твой старый крёстный. Да. Хорошо, что ты пришёл. Заходи. А что происходит? Где ты? Здесь. Ты вернулся из поездки? Я уезжаю. Что происходит? Когда я говорю о тебе, все смеются. Я прихожу сюда и вижу тебя в темноте. Я хочу посмотреть на тебя. Не стоит. Ты меня хорошо знаешь. Моя внешность тебе знакома. И ты должен понимать, что происходит. Что ты хочешь, чтобы я понял в темноте? Ты прав. Ты меня долго не видел. Итак, смотри. Тебе это ничего не напоминает? Нет. А так? А теперь тебе это ни о чём не говорит? Ни о чём. Тебе это не напоминает священника, которого ты уже где-то видел? Какого священника? Священника. Знаменитого. Знаменитого священника? Ты никогда не ходишь в кино? Никогда. Я тем более. Но один раз я пошёл. И фильм, на который я пошёл, имел огромный успех. Что же было такого в этом священнике? Что было? Он дерётся и играет в футбол. Вспомнил. Я не хожу в кино, но я о нём слышал. Его зовут... Да, точно. Да, правда. Когда ты так делаешь, ты немного на него похож. Немного? Боже, что я слышу? Я немного на него похож. Я на него так немного похож, что мне отравили жизнь. Раньше ко мне на мессу по воскресеньям ходил 31 человек. Всегда одни и те же люди. И всегда одни и те же исповедовались в одних и тех же грехах. Теперь у меня вся деревня. И как только я появляюсь, все смеются. И всё больше подвыпившие. Это кинотеатр. И им всё нипочём. И всё из-за кого? Из-за других. Из-за тех. Из кинотеатра. Слушай. Что это? Это окончание занятий. И каждый день одно и то же. Думаешь, тут нечего сойти с ума? Я попросил его преосвященства разрешить мне пожить здесь. Он согласился. Я ухожу. Миссионером на Северный полюс. Господи. Я не заслужил такого наказания. Что я мог такого сделать, чтобы тебя оскорбить? Шарль. Ну вот опять. Аббат Сен-Форже. Слушаю. Аббат Сен-Форже, ты меня слышишь? Да. С тобой говорит Иисус. Иисус с тобой говорит. Слышишь? Провели им сие священника. Бедный Шарль. Ему оставалось только уповать на Бога. Несмотря на его боязнь толпы, он любезно согласился приехать на праздник, перед тем, как отпустить бороду и уехать к эскимосам за полярный круг. Там никогда не ходят в кино. И в один прекрасный день солнце Луары взошло над Трезиньяном. Аббат Сен-Форже. Аббат Сен-Форже. Аббат Сен-Форже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эдуард! Спасибо, что приехал. Они здесь? Да. Поехали туда. Толкай меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа! Папа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот. Вот и вы. Звери, которых я ждал 20 лет с ружьем. А сегодня я забыл его дома. Столько лет прошло, у тебя все тот же характер. Мой характер. А что с ним не так? Нельзя сказать, чтобы он был... Бог знает, что это не моя ошибка. Вы меня оставили умирать совсем одного в течение 20 лет. Я плохой отец, а вы идеальные дети. Вы мне причинили боль. А теперь приехали меня спасать? Послушайте, так дело не пойдет. Президент приедет через 15 минут. Что мы будем делать? Подожди. Там ваш дедушка. А где их мать? Она осталась в отеле. Она немного устала. Да, она же беременна. И еще это путешествие. Мне кажется, ему лучше. Да, кажется, туда можно зайти. Раступитесь! 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 Пропустите! Быстрее, быстрее! Да, мои маленькие, да. Ну, отпустите меня. Вы меня задушите. Как тебя зовут? Меня зовут Анж. У меня есть маленький ангел. У меня четыре маленьких ангела, а я об этом ничего не знал. Мы поговорим об этом с твоим папой. Ага. Кто из вас, Дезире, Сен-Форже? Это я. Вы арестованы. А в чем дело? По жалобе 23-х бюро ритуальных услуг парижского региона, ни одному из которых вы не доставили обещанный товар. Ну, ничего, срочно. Товар – это я. А я спешу. Пройдемте. На меня наденут наручники? Замолчите. И никому не двигаться. Нужно проверить вашу личность, чтобы знать, что мы того арестовали. Густав, я знаю, что это шутка. Вы думаете, жандарм будет шутить? Вот официальная телеграмма с приказом задержать до начала официальной церемонии. Уведите детей. Ты мне выставил гигантский счет. Ты сам его себе выставил. Я сам. Прошу заметить, что я посетил только похоронное бюро правого берега, а мог бы еще сходить налево и в пригороды Парижа. Ты мог бы не знать, кому и где ты должен, но это было бы везде. Это ужасно. Я никогда не мог подумать, что так произойдет. Что с нами будет? Машина президента просигналила у ворот. Ну вот, дождались. Он будет здесь через 10 минут. А тут такой скандал. Густав, если ты не чудовище, ты уберешь эту телеграмму в карман и забудешь о ней до вечера. А после праздника будешь действовать. Дезире никуда не делится. Правда, Дезире? Да, я останусь в вашем распоряжении. Послушайте, я бы очень этого хотел. Но подумайте немного. Журналисты будут фотографировать Дезире вместе с президентом. А после этих фотографий на меня наденут наручники и сфотографируют это. И разместят эти фотографии рядом. Это будет очень красиво. А президент рискует потерять свой пост. Если ты сейчас его арестуешь, то пять близнецов будут вчетвером. Мы будем осмеяны. И президент тоже. Из-за вас выхода нет. Для меня есть один выход. Я его арестую. Пока я жив, вы не тронете ни одного из моих сыновей. Месье Сен-Форже, несмотря на все мое к вам уважение, черту твое уважение, жандарм! Ты никого не арестуешь. Альфонс? Задержите его. Альфонс, не двигаться. Месье Сен-Форже, я считаю до трех, и мои подчиненные вынесут вас отсюда. До трех? Да, договорились. Один, два, три. Ты еще здесь? Дезире? Кто здесь Дезире? Что опять? Что на этот раз, Дезире? Это я. Ваша жена только что родила. Сын? Нет, две дочери. Четыре плюс две. Доктор, идите скорее. Что случилось? Третье. О, боже. Говорит радио города. Машина президента республики подъехала к городу. Дезире, успокойся. Четыре плюс три, ты семь дочек. Нет, там еще четвертая. Месье Дезире. Что случилось? Их уже пять. Они такие замечательные. Пять. Пять. Тогда их у меня уже девять. Пять. Пять близняшек. Пять близняшек. Ты не можешь арестовать отца пяти близняшек. Особенно в присутствии президента республики. А завтра я заплачу. Все это замечательно. Но я... Иди встречай президента, недоумок. Друзья, новость. Сногсшибательная. Ну, говори же, что случилось? Дамы и господа, потрясающая новость. По словам мсье Сен-Форже и доктора Булена, милейшая супруга Дезире Сен-Форже родила на свет шестерых девочек. Хорошо сложенных, очень красивых, шестерых близняшек, побив все мировые рекорды по плодовитости. Да здравствует Сен-Форже! Да здравствует Трезиньян! Да здравствует Франция! Внимание! Президент республики! Президент республики! Мсье Президент, пять в первом поколении, шесть во втором. И это еще не конец. Отель «Шесть близнецов». Отель «Шесть близнецов». Фильм озвучен кинокомпанией «Инфофильм». Сен-Форже! Президент республики! Президент республики! Президент республики! Президент республики! Президент республики! Продолжение следует...